Мы уже не раз рассказывали о телефонных мошенничествах, махинациях с банковскими картами. Но, к сожалению, число пострадавших от злых умыслов мошенников, как в нашем районе, так и за его пределами, не уменьшается. Более того, мошенники начали внедрять новые способы уловок. Как нужно себя вести, если выбор любителей легкой наживы пал именно на вас, расскажут наши корреспонденты. Мошенники не щадят никого. Как показывает практика, под их влияние попадают люди как молодого, так и пожилого возраста. Если первые проще переживают неприятность, которая с ними случилась, то для пожилых людей это настоящий удар. Как по бюджету, так и по моральному состоянию. Так, герой нашего сюжета Александр Кравченко, пенсионер, сам не понимает, как он с такой легкостью отдал в руки злоумышленников денежные средства. Позвонил звонок, как вы сейчас. Я выхожу, стоит женщина, открываю калитку. Она говорит, я принесла вам пенсию, к пенсии добавка, которая вам по тысяче рублей государство начислило. Я говорю, ну заходите в комнату. Завел ее сюда, она села за стол, достает мне большая сумка черная, открывает, там денег много. Я поверил, потому что много денег. Она говорит, у меня только по пять тысяч все, а вам две тысячи надо. Вот вы мне, я вам пять даю, а вы мне три сдачи дайте. И все. Как оказалось, деньги были фальшивыми. Но Александр Иванович заметил это слишком поздно. Я выскакиваю за ней, а ее уже нет. Я до переулка добежал, туда нет. Видать, ее ждала машина, она выскочила в машину. Вот и вся история. Осознав, что отдал деньги в руки мошенников, Александр Кравченко тут же обратился в полицию. В надежде, что стражи порядка найдут преступницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ, то есть хищение червового имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину. В настоящее время производится комплекс следственных действий и оперативно-расследовательных мероприятий, направленных на установленные лица, совершившие данное преступление. Самое страшное, что у мошенников нет лица. Проворачивать различные махинации могут как мужчины разных лет, так и женщины. Необходимо помнить, что абсолютно все мошенники – хорошие психологи. Они умеют расположить к себе человека и держать в напряжении до тех пор, пока не получат деньги. В отдел МВД по Славинскому району довольно часто поступают заявления от граждан, которые стали жертвами подобных махинаций. Оградиться от такой напасти в первую очередь могут помочь внимательность и здравомыслие. Жителям нашего города я бы посоветовал быть более бдительными к подобным случаям, проверять документы, удостоверяющие личность, если не сомневаются в личности, допустим, тех же почтальонов, социальных работников. Не позволяйте себя обмануть, не доверяйте свои сбережения аферистам. Если вы все же стали жертвой мошенничества, немедленно сообщите об этом в полицию.